И в продолжение темы. В Новосибирске в этом году стало на 8 тысяч учеников больше. Чтобы вместить всех желающих, пришлось не только строить новые школы, но и реконструировать старые. Подробнее расскажет Константин Клещин. В школе 216 под звук традиционного колокольчика разрезают красную ленту. Учебное заведение впервые принимает ребят. Дело в том, что жители Плющихинского жилмассива, десятков домов по улице Татьяны Снежиной, Центральной и Виталия Пателицына много лет возили детей учиться за несколько остановок на МЖК. И даже когда сегодня эту школу открывают, количество учеников сразу превышает расчетную мощность заведения. Надо строить еще одну. Совместно с городом мы уже подобрали земельный участок, где этот объект расположить. Возможности по увеличению объемов строительства на последующие годы есть. Мы это видим. Вообще, для того, чтобы обеспечить количеством мест всех нуждающихся на период до 2024 года, нам нужно построить почти 50 объектов среднего образования. В школе сразу приняли концепцию. Учить ребят не бояться резких перемен. Готовить к освоению нового. Эта идея понравилась и учителям. Штат набрали быстро. Основным критерием был не опыт, не наличие дипломов, грамот и всего остального, а именно готовность работать в таких условиях. И, прежде всего, прям смотрели в глаза каждому, чтобы они горели. И поэтому приходят даже люди уже с большим опытом, даже 66 лет, учителя географии, а у него огонь в глазах больше, чем у всех молодых, которые пришли на самом деле. А вот в экономическом лицее, похоже, давно нашли свой путь. Он поближе к науке, во взаимодействии с высшей школой. Поэтому педагоги вузов тут уже не гости. А учебное заведение в десятке лучших в Новосибирской области. Стратегическим партнером развития нашего является Новосибирский государственный университет экономики и управления. Мы активно долго сотрудничаем и в прошлом году на качественно новый уровень это сотрудничество вывели. Мы подписали новый договор, отрабатываем новые формы взаимодействия. Среди сегодняшних первоклассников лицея сын известной новосибирской спортсменки Ирины Уфимцевой, участница Олимпийских игр, чемпионки Европы и России по плаванию. Идеально совпало, что у нас школа относится по прописке и вопрос выбора не стоял. Мы были так рады, что именно в эту школу мы пойдем. И судя по отзывам и по тому, что мы сегодня видели, ожидаем, что все-таки ребятишки тут сильные. Всего в этом году в Новосибирской области двери для школьников открыли 983 школы. Только в столице региона в первый класс идет ребят больше, чем в прошлом году, на 8 тысяч человек. Константин Клещин, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.